Видео создано при поддержке группы Игра Престолов. Валар Мургулис, друзья! Продолжая серию роликов об истории мира Игры Престолов, в этом выпуске человек расскажет о появлении в Вестеросе первых людей и об их отношениях с предыдущими обитателями материка. Согласно самым уважаемым источникам из Цитадели, где-то между 8 и 12 тысячелетиями назад, на просторах Крайнего Юга Вестероса, новый народ пересёк полоску суши, проходившую по Узкому морю и связывающую восточные земли с краем, в котором жили дети леса и великаны. Именно здесь первые люди вошли в Дорн по сломанной руке, которая ещё не была сломана. Никто уже не помнит, почему эти люди покинули свою родину, но когда они пришли, то пришли в полной силе. Тысячи пришедших стали оседать в этих землях и в течение десятков лет продвигались дальше и дальше на север. Тем сказаниям об этих кочевых временах, которые у нас есть, доверять нельзя, поскольку они внушают, что всего за несколько лет первые люди прошли за перешаек и по всему северу. Хотя в действительности, чтобы это произошло, потребовались бы десятилетия, а то и столетия. Но что в этих сказаниях кажется точным, так это то, что первые люди вскоре вступили в войну с детьми леса. В отличие от детей, первые люди обрабатывали землю и строили крепости и поселения. А для этого им требовалось вырубать леса чердрев, включая те, что были с вырезанными ликами. И за это дети нападали на них, что вело к вековым войнам. Первые люди, которые принесли с собой неведомых богов, лошадей, крупный скот и бронзовое оружие, были также крупнее и сильнее детей. Так что они были с серьёзной угрозой. Охотники детей, их лесные плясуны, стали кроме того и воинами. Но при всех их тайных познаниях о деревьях и листве, они сумели лишь замедлить продвижение первых людей. Древовицы применили свои умения, и сказания гласят, что они сумели призвать зверей болотных, лесных и небесных, чтобы те сражались за них. Лютоволков и чудовищных снежных медведей, пещерных львов и орлов, мамонтов и змей и прочих. Но первые люди оказались слишком сильны. И дети, как рассказывали, были вынуждены пойти на отчаянный шаг. Легенда гласит, что великие наводнения, сломавшие сухопутный мост, который ныне является сломанной рукой, и сделавшие перешай к болотам, были делом древовицев, которые сошлись у рва Кейлин, чтобы применить тёмную магию. Однако некоторые это оспаривают. Когда это произошло, первые люди уже были в Вестеросе, и поднявшаяся с востока волна не могла сделать больше, чем всего лишь замедлить их продвижение. Тем более, что такая сила находится за гранью способностей древовицев, о которых обычно говорили, и которые и без того кажутся преувеличенными. Больше похоже на то, что затопление перешайка и перелом руки были природными явлениями, вызванными, вероятно, естественным опусканием суши. Хорошо известно, что стало с Валерией, а замок Пайк на Железных Островах покоится на каменных массах, которые некогда были частью Большого Острова, прежде чем его куски обрушились в море. Несмотря ни на что, дети леса сражались столь же бесстрашно, как и первые люди, защищая своё право на жизнь. Война с неизбежностью тянулась ещё несколько поколений, пока дети, наконец, не поняли, что не могут победить. Первые люди, возможно, устава от войны, тоже пожелали положить конец борьбе. Мудрейшие из обеих рас взяли верх, и главные бойцы и правители обеих сторон встретились на острове посреди Божьего Ока, чтобы составить договор. Отказавшись от того, чтобы земли во всём Вестеросе оставили под лесами, дети получили от первых людей обещание, что те больше не будут рубить чердрева. На всех чердревах острова, где был составлен договор, вырезали лики, чтобы боги были свидетелями договору. А впоследствии был создан Орден Зелёных Людей, чтобы ухаживать за чердревами и охранять остров. С договором рассветная эпоха мира подошла к концу, и за ней последовал век героев. Неясно, живут ли ещё зелёные люди на своём острове. Хотя имеется случайное сообщение о том, что некий безрассудный речной лорд плавал на лодке к острову и наблюдал за ними, пока не поднялся ветер или его не прогнала стая воронов. Детские сказки, уверяющие, что они рогатые и имеют тёмную зелёную кожу, являются искажением возможного факта, что зелёные люди носят зелёную одежду и головные уборы с рогами. На этом ролик подходит к концу. Если он вам понравился, не забудьте поставить большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. У канала также есть группа во ВКонтакте и страничка в Инстаграме. Там тоже много чего интересного. Спасибо за просмотр. Всем пока.